Ну что ж, сегодня президент Молдовы Игорь Дадон вышел с инициативой, которую он показался, попытался покрасить в свою. Я говорю, несмотря на то, что я, другие оппозиционные политики, многие эксперты говорили о том, что смешанная система это реально то, чего хочет и чего любыми путями добивается оплохотенок. Мы с вами были свидетелями вот этих всех так называемых политических баталий между Демпартией и партией социалистов. Они делали и делают все для того, чтобы отвлечь внимание всех граждан Молдовы от реальных проблем, которые сегодня есть в стране. А самая главная проблема это то, что объединяет сегодня правых, левых, центральных, пророссийских, прорумынских, проевропейских. Это главная проблема, это режим бандита и преступника Владимира Плохотнюка. Я очень надеялся, особенно в тот период, когда мы обсуждали второй тур президентских выборов и Дадон мне обещал здесь, в моем доме, в присутствии нашего партийного актива, о том, что он не будет сотрудничать с Плохотнюком, о том, что он понимает, что если он не свергнет Плохотнюка, то он пойдет на политическое дно и станет таким же мертвым политиком, каким является сегодня Лянко, Гимпу, Филак и многие другие, которые сотрудничали с Плохотнюком. Ни для кого не новость о том, что Игорь с 2014 года делал все для того, чтобы уничтожить конкурентов на левом фланге. Он делал все для того, чтобы утешить свои амбиции, причем свои личные интересы, сегодня, к сожалению, превыше национальных. И его сегодняшнее решение это подтвердило. Он уничтожил, пытался уничтожить полностью нашу команду, когда по договоренности с Плохотнюком сняли Патрию с выборов. Он сделал очень много подлых и гнусных вещей, но это тема отдельного интервью, и мы это с вами все обязательно обсудим. Но я терпел, я молчал, я проглатывал все те гнусные вещи, которые он делал в наш адрес, потому что мной руководила идея избавить страну от режима Плохотнюка. Сегодня Игорь Дадон, как адвокат Плохотнюка, предложил смешанную избирательную систему. Сегодня он допустил самую большую ошибку в своей политической карьере. Все то, что он голосовал с Плохотнюком, голосование за Тимофтью, это все ерунда по сравнению с тем, что он сделал сегодня. Сегодня Дадон бросил Плохотнюку спасательный круг для того, чтобы утвердить режим Плохотнюка на следующие десятилетия. Если мы срочно не примем меры, это так и будет, можете не сомневаться. Он променял сегодня свое проживание в Кондрице на интересы всех граждан Молдовы, вне зависимости от национальности. Плохотнюк его пугает какими-то коррупционными комбинациями, которых объединяет много лет. Пугает импичментом. Игорь Дадон всем, в том числе и внешним партнерам, говорит о том, что я ничего не могу делать против Плохотнюка, он мне объявит импичмент. Дадон не должен был бояться импичмента. Он повторил ошибку Филата весной 2013 года, когда сегодня как никогда Плохотнюк слаб. Сегодня 90% избирателей, поддерживающих оппозиционные партии, значит, сегодня, вернее, политические партии представляют 90% всех избирателей Молдовы, оппозиционные политические партии. Значит, Дадон не подписался под бумагой из-за того, что якобы там есть ЛДПМ, Воронин, платформа ДАМ и Асанду. Наша партия не вступала ни в какие альянсы с партиями, которыми мы подписывали это соглашение. Наша партия подписалась под инициативой против каких-либо изменений в избирательной системе. Я хотел предложить Дадону, но после святых праздников, что если ему дурно от кого-то пахнет, пусть подпишет такую же бумагу сам. Пусть такую же бумагу подпишет отдельная партия социалистов. Но Дадон и его хозяин Плохотнюк пошли сегодня на это преступление. Поэтому, кроме как осуждать и быть категорически против этой инициативы, по-другому мы реагировать на это не можем. Дадон мог пойти до конца. Мы могли свергнуть режим Плохотнюка, провести честные демократические выборы и изменить кардинально развитие Молдовы на ближайшие 20 лет. Воронин, то как поступил Воронин в свое время, это цветочки по сравнению с тем, что сделал сегодня Дадон. Мы осуждаем, наша партия осуждает любое изменение избирательной системы. Мы категорически осуждаем инициативу Дадона, обведение смешанной системы выборов, потому что это не его инициатива. Это реальный план Плохотнюка о полном захвате государства на многие десятилетия. Дадон не подписал совместное заявление оппозиционных партий о недопущении изменений в избирательной системе, потому что ему запретил Плохотнюк. И это 100%. Сегодня Дадон, бросив Плохотнюку спасательный круг, тем самым предал всех избирателей. Он хотел, говорил про объединение молдавского общества. Хочу вам сказать, что он сегодня его объединил, но объединил против себя. Потому что сегодня и правые, и левые, я много раз говорил, что мне не нравится этого сказать, но сегодня и про европейские, и про российские настроенные граждане, они против режима Плохотнюка. Дадон плюнул в лицо и нашим избирателям, которые его поддержали во втором туре, и в том числе большинству своих, сегодня открыто поддержав Плохотнюка. Вся эта инсценировка, что он никогда не допустит, чтобы Плохотнюк ввел одномандатную систему. Игорь Николаевич, хватит врать людям. Плохотнюк не собирался вводить одномандатную систему, потому что в этом случае он не пройдет ни в одном избирательном округе. А для него больного параноика, это самое страшное, понимаете. Поэтому он изначально хотел смешанную, и об этом мы говорим уже очень много месяцев. Вот во многих своих лайфах я говорил о том, что Плохотнюк что-то готовит серьезное на вторую половину апреля. И дал команду всем своим блогерам, всем своим карманным негодяям, консультантам, экспертам быть готовыми к большой битве. Вот эту битву, сегодня так называемую битву мы с вами видеть. Мы с вами сегодня все видим. Значит, наша партия готова начать консультации со всеми оппозиционными партиями и гражданским обществом. О том, что мы делаем дальше с режимом Плохотнюка-Додона. Сегодняшнего дня по отдельности эти два политика существовать не могут. Сегодня, создав тандем, они и будут ответственны за все то, что происходит в стране. Додон сегодня сказал о том, что он заботится. Оказывается, о нас, которые сняли с выборов в 2014 году. И сегодня угроза будет минимальное снятие партии с выборов, потому что у людей будет возможность участвовать в одномандатных округах. Игорь Николаевич, как вам не стыдно? Вы летали в Москву самолетами до Плохотнюка, хотя, может быть, это уже и ваш, не исключено. Значит, мог подарить с барского плеча. Буквально даже в тот день, когда нас снимали с выборов в 2014 году, вы из Одессы в Москву вылетали самолетом Плохотнюка. Не надо о нас заботиться. Вы позаботились о нас так, что мы сегодня могли уже иметь легитимное, демократическим путем избранное большинство в парламенте. А вас интересует сохранить Плохотнюка, жить в Кондрице с его поваром, с его охраной и, я думаю, даже с его официантами. Значит, вы продолжаете уничтожать сегодня оппозиционные партии по всей стране. Ваши люди пытаются, уже так же, как и Костя Ботнер, от демократов пытаются покупать и запугивать людей в территориях. Вы везде говорите о том, уже много месяцев на встречах с избирателями, что вы не допустите одномандатную систему, вы ставите печором Праги и будет смешано. Хотя вы выполняете команду Плохотнюка. То, что сегодня пытается сделать Додон, я обращаюсь к товарищу Додону. Сегодня, Игорь Николаевич, ты обнаглел до того, что ты пытаешься уничтожить нашу партию не только внутри Молдовы. Ты пытаешься уничтожить за ее пределами и подавился Плохотнюк, подавишься и ты, товарищ Додон. Мне не страшны никакие угрозы, никакие байки, которые вы рассказываете по всей стране, что с кем-то вы согласовали уничтожение Усатого и так далее. Я предпочитаю быть уничтоженным, но я останусь в истории страны, как человек, который до конца боролся с режимом Плохотнюка, а не пошел на какие-то шуры-муры и не предал граждан страны никого. И своих избирателей, и избирателей других оппозиционных партий. Так как Додон на своих телеканалах будет рассказывать про то, что это его победа, его инициатива, и поэтому он будет за нее голосовать, что это лучше, чем одномандатные и так далее. Значит, чтобы проинформировать все граждан страны, что сделал Додон и кем он сегодня является, мы подготовим заявление нашей партии, сделаем необходимый тираж 500 тысяч, миллионы экземпляров. Мы проинформируем, что делает Додон с Плохотником все граждан страны, и мы начинаем в ближайшие дни, после родительского дня, сбор подписей за то, чтобы Додон перестал сотрудничать с Плохотником. О том, о том, мы начинаем собирать подписи за то, чтобы Додон перестал быть подстилкой, поэтому мы вас спасаем этим сбором подписей, Игорь Николаевич. Значит, иначе, ваше голосование в парламенте, рассказы о том, что это большая ваша великая победа, вы опозорите нас уже не только на всю Молдову, вы опозорите нас сегодня на весь мир. Потому что в разных странах есть люди с пониженной социальной ответственностью, но вы будете самой главной фигурой с пониженной социальной ответственностью, потому что вы будете единственным президентом с пониженной социальной ответственностью в мире. Нам такая слава не нужна на всем земном шаре Поэтому попрошу срочно провести национальный совет нашей партии сразу после праздников Начинаем консультации со всеми оппозиционными, реальными оппозиционными партиями Что мы делаем дальше И мы начинаем собирать по всей стране подписи против режима Плохотнюка Дадона Но мы имеем депутат, чтобы позволить републику Молдова в батае Держи, жог, пентру урматорий, зече, доу, зечдань Уприм, очест, тандем, криминал, бандитеск Ши демонстрем тутур партнерилор дин экстерьор Кной ин република Молдова Осы хуторым проблеме ленуастре десенеса татура Дарну аша кумвря Плохотнюк Ши дежам приуны кододон Те, кто сейчас смотрит лайв На моей странице есть пост Сегодня в 18.00 я опубликую все видео То, что связано с пародиями организации покушения на плохиша На своем сайте За какое видео больше граждан проголосует Тот получит первое место, соответственно, второе и третье Значит, поэтому отправляйте на адрес электронной почты Который указан в моем предыдущем статусе И вечером будут все эти видео опубликованы Всем вам желаю хорошего дня Значит, хочу привлечь всю диаспору Также к сбору этих подписей против режима Дадона Плохотнюка Ребят, давайте объединяемся и заканчиваем с этим произволом Потому что Плохотнюк хочет Привык руководить карманными политиками Делать их всех путанами Но вы знаете Но у нас уже слишком много путан На один квадратный метр в молдавском парламенте Молдавском правительстве Я вас люблю Всем желаю хорошего дня И двигаемся только вперед Пока